Делать добро легко. Так только в Сургуте. Сегодня стартовали сразу две благотворительные акции. Жители города собирают игрушки и школьные принадлежности. Число неравнодушных радует, специальные корзины пополняются завидной регулярностью. Подробнее расскажет Елена Каткова. Ваши квитации обогнаться. Благодарим вас за участие в акции. Хотите к нам еще? Спасибо вам, что проводите такие акции. Ручки, тетради, цветные карандаши и альбомы. С сегодняшнего дня сургутяне начали собирать школьные принадлежности для нуждающихся детей. Почта России запустила акцию «Портфель добра». Это пилотный проект, где каждый неравнодушный может помочь собрать ребенка в школу. Мне очень жалко деток, которые не имеют возможности купить те же канцелярские товары в школу. И очень хочется им помочь. Очень здорово, что есть такие акции на почте России. Школьные принадлежности отправят в Сургутский центр помощи семьи и детям. Акция продлится до конца августа. Уже сегодня в сургутских отделениях почтовой связи проходит благотворительная акция «Портфель добра». Для участия в данной акции необходимо приобрести любой канцелярский товар, который 30 августа будет передан в Центр социальной помощи семье и детям. Души, игрушки для детей. Спасибо большое. Спасибо обязательно нашим деткам и передадим. Еще одна благотворительная акция «На радость детям» стартовала сегодня в детской психоневрологической больнице. Только здесь собирают игрушки для того, чтобы дети, которые проходят лечение, чувствовали себя максимально комфортно. В помощь детям можно принести игрушки для детишек от всего сердца, от всей души. Ну, собрала, купила игрушки. Пусть детки радуются, играют. Традиционно подобные благотворительные акции в больнице открывали под Новый год. В этом году решили сделать дополнительную. Приделась такая идея о том, что почему бы и нет, чтобы детям было все-таки более интереснее лежать в больнице, потому что все-таки мы специализированы в учреждении, у них свой порядок, график, необходимые различные игрушки. И решили создать такую акцию под названием «На радость детям». Организаторы акции отмечают, что радует обратная связь и отклики граждан, которые помогают просто так, приносят эти самые заветные игрушки и школьные принадлежности тем, кому они действительно нужны.